Медицинская помощь должна быть равнодоступной для городских и сельских жителей. Об этом говорили участники заседания комиссии по модернизации объектов социальной сферы. Главное постепенно уходить от практики нерентабельного расходования бюджетных средств в каждой больнице. Есть у нас мнение населения, там будем решать обратно. Окончательный список утвердим только после того, когда едем и все, собственно говоря, проговорим. Вот и все. Утверждающий документ у вас будет. А сейчас начинайте работать. Начинайте работать по этим больницам. Для повышения качества медицинской помощи планируется создать на базе районных больниц межрайонные центры по инфекционному профилю неврологическому и гинекологическому. Примером может стать служба родовспоможения. После открытия перинатального центра «Мама» в Ульяновске, которому прикрепили не только городское население, но и сельское, младенческая смертность снизилась почти на 30%. Крупный межрайонный центр уже создается на базе Новоспасской районной больницы. Там разместится первичное сосудистое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи. Да, есть некоторые неудобства у пациентов, что они вынуждены ехать на уровень межрайонных центров. Да, это транспортировка, да, это время. Да, есть вопрос. Но качество оказания помощи, а самое главное, сохранение здоровья и прогнозов все-таки пациентов – это самое главное. И то, что делается на самом деле межрайонные центры – это очень правильно и очень здорово. Для оздоровления отрасли в региональном бюджете предусмотрено средства в размере более 1 миллиарда рублей. 500 миллионов направят на закрытие кредиторской задолженности медучреждений. Оставшаяся сумма будет направлена на содержание больниц и закупку лекарств. Оценку эффективного расходования средств с каждой организацией будет отслеживать специальная балансовая комиссия. Создание балансовой комиссии под руководством Алексея Марина Евгеньевна и Убы Екатерины Владимировны для того, чтобы балансовая комиссия рассматривала динамику кредиторской задолженности, рассматривала причины ее возникновения, объективно подходила к причинам ее возникновения. И мы понимали, или это неправильная организация финансо-экономической деятельности учреждений, или это недостаточное финансирование. Напомним, национальный проект здравоохранения включает в себя 9 целевых показателей. Среди основных – снижение младенческой смертности и трудоспособного населения, обеспечение оптимальной доступности для граждан медицинских организаций, упрощение записи на прием к врачу и другое. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.